Она 13 лет скрывала особенную дочь и никому не говорила, что у нее родился больной ребенок. Девочка большую часть жизни провела за границей, в специализированных заведениях, и по сей день у нее есть няня, которая помогает ей во всем. А наша героиня все же решилась искупить вину перед Богом и людьми и завела еще одного ребенка. В 54 года она стала не только бабушкой, которой некогда сидеть с любимыми внучками, потому что занята на светских тусовках, фотосессиях и съемках, но и стала любящей мамой. Однако заботу о маленьком сыне наша героиня опять же возложила на плечи нянек. Она не стала затворницей тогда, когда узнала, что ее девочка родилась с ДЦП, к которому чуть позже добавился еще один страшный диагноз – аутизм. Наша героиня построила просто потрясающую карьеру, несмотря на то, что была замужем за состоятельным человеком. А вот родители мужа были всегда против невестки-карьеристки и хотели для своего сына лучшую жену и для своих внуков заботливую и любящую маму. Как сложилась непростая судьба Светланы Бондарчук и как сейчас выглядит ее особенная 24-летняя дочь Варвара. Светлана никогда не меняла свою девичью фамилию. До сих пор по паспорту она русская, а вот фамилия мужа Бондарчук стала ее псевдонимом. Она родилась и в Москве, и детство нашей героини прошло в историческом районе. А жила она в доме на Рождественском бульваре. С самых юных лет девочка имела возможность гулять среди старинных зданий и наслаждаться красотой истинной Москвы. Мама родила Светлану очень рано, в 17. Родители девочки познакомились во время учебы в авиационном институте. Однако чувства молодых людей друг к другу быстро остыли, и ранний брак завершился разводом. Когда Свете исполнилось три, в ее жизни появился отчим, которого она считала настоящим отцом. Светлана росла замкнутой, застенчивой девушкой. Регулярные занятия фехтованием помогли ей закалить характер и воспитать в себе настойчивость и целеустремленность. Светлана даже сдала норматив и стала кандидатом в мастера спорта. В юные годы самым близким человеком в жизни будущей светской львицы была бабушка. Именно ей она доверяла все свои секреты. К тому же, благодаря бабушке Светлана впервые решилась поучаствовать в кастинге в Москве. Сама же девушка жутко стеснялась своих длинных нелепых ног и худощавости. Тем не менее, Света выиграла главный приз в конкурсе «Бурда моден». А работа фотомоделью помогла ей поверить в себя. Она часто ездила по миру и участвовала в фотосессиях. В перерывах в модельной карьере Бондарчук работала на телевидении. Она часто выступала в модных современных ток-шоу в качестве эксперта-модельера. Одень свою подругу и модная прививка на канале Домашний. Среди московского бомонда Светлана до сих пор считается женщиной с безупречным вкусом, иконой стиля. На пике популярности Светлана заняла кресло директора «Хэллоу». После нескольких лет работы в этой должности у Бондарчук созрела мысль основать собственный журнал. Так в свет вышел модный «Айконс», ориентированный на узкий круг читателей, почитателей высокой моды. Однако из-за экономических проблем в стране издание пришлось закрыть. Немногие знают Светлану Бондарчук и как актрису кино. Ее дебютной картиной стала короткометражка «Сон в летнее утро», которую режиссировал ее будущий супруг Федор Бондарчук. Позже Светлана сыграла одну из главных ролей в фильме «Любовь с акцентом», затем продавщицу в картине своего мужа «Жара» и снялась в еще одной короткометражке «Прикосновения». С Федором Бондарчуком актриса познакомилась, когда ей едва исполнилось 16. Произошло это как раз в тот момент, когда Федор вернулся из армии и заглянул к своей старой подруге. А у нее в гостях как раз была Светлана. В следующий раз молодые люди случайно встретились в больнице, где Бондарчук лежал с травмой ноги. Девушка навещала Федора в свободное время, а вскоре дружеские отношения переросли в романтические. Но родители и Светланы, и Федора были против этих отношений. Однако молодые люди никого не слушали и втайне от надоедливых предков стали жить вместе в квартире их общего друга Тиграна Киосаяна. После нескольких месяцев совместной жизни Федор сделал предложение Светлане, и пара сыграла свадьбу. Несмотря на молодость обоих супругов, их брак оказался очень прочным. Пара прожила вместе 25 лет. В этом союзе у Светланы родился сын Сергей, который решил пойти по стопам отца и стать режиссером. Молодой человек успешно получил высшее образование в США, вернулся в Москву и завел семью. Вскоре после женитьбы Сергей осчастливил своих родителей, подарив им двух внучек Маргариту и Веру. Но его брак с дочерью олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Михаила Мамиашвили распался. Поговаривали, что измена Сергея с лучшей подругей Татой Мамиашвили, Нина Нинидзе, стала причиной расставания красивой пары. Нинидзе впоследствии вышла замуж не за Сергея Бондарчука, а за актера Кирилла Плетнева. Родила сына, но ушла от мужа к Максиму Виторгану, оставив ребенка бывшему мужу. А сейчас и с Виторганом рассталась, но мы не об этом. Кроме Сергея, в семье Бондарчуков родилась еще и дочь Варвара, которая оказалась особенным ребенком. Уже в момент рождения у девочки обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Врачи склонялись к тому, что причиной слабого физического состояния ребенка стала недоношенность. В итоге девочки выставили два серьезных диагноза – ДЦП и аутизм. Чтобы защитить свою кровиночку от нападок журналистов и пристального внимания поклонников, семейная пара очень долго скрывала факт рождения второго ребенка в семье. Даже самые пронырливые журналисты считали, что у Бондарчуков растет только один сын. Варя же долгих 13 лет находилась в специализированном заграничном интернате, предназначенном для детей с особенностями развития. И Светлана, и Федор решились на такой шаг исключительно ради дочери, поскольку считали, что в России нет учреждений для реабилитации детей с подобными заболеваниями. Когда Вареньке исполнился один год, ей наняли няню, и эта женщина заменила девочке маму и бабушку. Она, няня, стала ее семьей. В этом призналась недавно сама Светлана Бондарчук в интервью Надежды Стрелец. Варя росла светлым и жизнерадостным ребенком. В школьные годы у нее начала проявляться феноменальная память. Девочка спокойно могла наизусть процитировать целую книгу стихов. Долгое время Федора и Светлану называли идеальной парой. Они прошли через множество испытаний и не раз проверили свои чувства на прочность. Семье даже удалось пережить откровенное интервью певицы Лики Стар, которая на всю страну заявила о своем романе с Бондарчуком. Но и тогда семья выдержала атаку журналистов и устояла под натиском сплетен. Поэтому как гром среди ясного неба грянула новость о разводе семьи Бондарчуков. О своем разрыве супруги объявили на официальном сайте журнала Hello, поблагодарив друг друга за прекрасные годы совместной жизни. Истинную причину расставания никто из них раскрывать не стал, и Федор и Светлана сумели сохранить дружеские отношения между собой. После развода из-за границы вернулась Варвара и стала жить с отцом и его новой избранницей Полиной Андреевой. Об этом тоже сообщила Светлана Бондарчук, сказав, что Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим. Девочка жила в закрытом английском пансионе долгие годы, а сейчас находится с любимой семьей дома в Барвихе. После развода Светлана уехала из роскошного особняка, а новой хозяйкой в элитной усадьбе стала молодая актриса Паулина Андреева, жена Федора Бондарчука. Светлана тоже не стала долго пребывать в одиночестве. Она переехала в свои апартаменты на Патриарших прудах и начала встречаться с Сергеем Харченко, фотографом и дизайнером. В СМИ и интернете вскоре появилась информация о предстоящей свадьбе Светланы, что оказалось правдой. Светлана во второй раз вышла замуж, и ее свадьба отличалась особым размахом и роскошью. А в прошлом году у Светланы родился мальчик, которого назвали Петром. Известно, что ребенка выносила суррогатная мама, и сейчас Светлана Бондарчук практически ежедневно делится фотографиями с сыном в своем микроблоге, показывая всем, как растет ее малыш. Светлана Бондарчук Светлана Бондарчук